МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саша, ты сейчас после тренировки бил пенальти Соболеву. Почему именно ему? Ну, у нас такой, можно сказать, челлендж уже давно существует. Мы играем на интересные подарки, вот, поэтому после каждой тренировки остаемся и бьем друг другу пенальти. Кто чаще всего выигрывает? Ну, у нас ничья вот показывает результат, то, что пока... Вот сейчас он отыгрался. Ты его каким-то секретным приемом учишь? Ну, перед матчами, да, мы там общаемся, он спрашивает, как тот или иной вратарь действует при пенальти. Делимся, конечно, соображениями своими. Впереди у нас выездной матч против Нижнего Новгорода. Знаешь, что с командами из этого города у нас очень хорошая статистика? Если честно, про статистику не знаю, но знаю то, что у нас есть должок за первый круг. Вот, и этот должок мы должны вернуть. Помимо игры, 19 марта, еще день рождения твоего напарника, Саша Максименко, чего ему пожелаешь? Ну, конечно, в первую очередь это здоровье и всего-всего самого наилучшего, что может быть в нашей прекрасной жизни. И, конечно, побольше матчей на ноль. После игры в Нижнем ты отправишься в сборную. Мы тебя с этим поздравляем. Расскажи, как узнал о вызове. Позвонил Виталий Витальевич Кафанов незадолго до объявления списка и сказал, что 21-го встречаемся в Новогорске. Какая у тебя была реакция? Ну, конечно, я рад. Четыре года, наверное, уже с моего последнего вызова прошло. Какой была сборная в год моего последнего вызова? Что запомнилось? Запомнилось. Ну, был другой тренер, Станислав Славанович Черчесов. Готовились к чемпионату мира. Помню, играли с Бразилией, с Францией. Конечно, это то, к чему надо стремиться. И каждый, наверное, футболист мечтает попасть в свою национальную сборную и представлять ее. Ты говорил, что разговаривал с Кафановым. Был ли у тебя разговор с Карпиным? Нет, нет, нет. Валерий Георгиевич говорил, что вратаре это отдельная каста и он как бы туда не лезет. Поэтому мне и позвонил Виталий Тальч. Несмотря на отсутствие официальных матчей у сборной, это важный момент с игровой точки зрения? Ну, конечно, с игровой точки зрения это важный момент. Мы должны быть всегда готовы и отрабатывать. Ну, то есть, должны быть всегда готовы, чтобы не случилось. Это наша, так скажем, обязанность, долг. Что сказал Джика? Джика, да ничего не говорил, чуть поздравил его все.